Докажем, что сумма 1, 1, 4, 1, 9 и так далее, обратных квадратов натуральных чисел, это π в квадрате разделить на 6. Есть доказательства с разложением синусов бесконечное произведение, но сейчас давайте рассмотрим геометрическое доказательство. Поговорим сначала про лампочку. Если у нас есть лампа, то ее свет распространяет со все стороны. И если мы посмотрим на некоторое расстояние, разумеется, он проходит через сферу, через поверхность сферы. На другом расстоянии, другая сфера, разумеется, если мы смотрим здесь, то свет ярче, чем здесь. Как связаны эти яркости? Понятно как. Так же, как площади этих сфер. То есть, при удалении на некоторое расстояние, вот скажем, у нас здесь был радиус r, а мы удалились на радиус r умножить на n. Площадь сферы увеличится в n квадрат раз. И значит, яркость лампочки, которую мы видим здесь и которую мы видим здесь, отличается в n квадрат раз. То есть, если мы здесь что-то видели, то здесь будет в n квадрат раз тусклее. Отлично. Оказывается, исходя из этого, можно доказать вот это вот равенство. Нам потребуется техническая лемма. Почти что теоретка Хабо. Если у нас есть прямоугольный треугольник с катетами А и В и с высотой H, то мы можем записать такое равенство. Единица, деленная на H в квадрате, это единица, деленная на А в квадрате, плюс единица, деленная на В в квадрате. Один из способов такой. Давайте умножим все на H в квадрате. Получится, единица, это что такое H, деленная на А? Это синус вот этого угла. А что такое H, деленная на В? Это синус этого угла, косинус угла Фи. Синус вот этого или косинус вот этого Фи. Вот, если вы помните, что сумма квадрата синус космедлица, то уже все получилось. Если не хотите говорить про синус космедлица, то тоже есть очень простая штука. Пишите площадь треугольника АВ пополам и СН. Потому что С это гипотенуза, площадь так считается. Значит, АВ равняется СН. Отлично. Если вам интересно это равенство, вы можете вместо H отставить АВ, деленное на С. И это равенство превратится в понятного что. Вместо H пишем АВ, деленное на С. Здесь у нас получается С в квадрате разделить на А в квадрате, АВ в квадрате. Если вы умножите обе части на А в квадрате, А в квадрате, то получите терапию Пифагора. С в квадрате это В в квадрате плюс А в квадрате. Мы рассмотрим окружность. Длины 2. И здесь у нас будет наблюдатель все время. А здесь лампочка. Пусть она светит с некоторой светимостью. Теперь я буду много раз заменять лампочку на 2 лампочки. Пользуясь вот тем соображением. Можно говорить, почему-то без всяких лампочек. Просто у меня все время будут возникать точки такие, что единица, деленная на квадрат, костояние до этой точки, когда просумеваю по всем точкам, будет такая же величина, как была в самом начале. Кстати, а давайте поймем, какая была в самом начале. Если у окружности длина 2, то 2 это 2р. Значит, радиус этой окружности это единица, деленная на пи. Соответственно, диаметр окружности это 2р. А единица, деленная на 2р в квадрате, это понятно, что такое. Это пи в квадрате разделить на 4. Значит, мы начинаем с того, что квадрат обратного к этому расстоянию это пи в квадрате разделить на 4. Теперь много раз будем делать одно и то же. Вот давайте, посмотрите, как делать первое. Увеличиваем радиус ровно в 2 раза. То есть вот этот отрезок такой же, как этот. Проводим диаметр и вот эту лампочку заменяем на вот эти две. Вы согласны, что у нас здесь есть прямоугольный треугольник? Это у него высота, а это для самой катета. Значит, я могу про эту лампочку забыть, а теперь у меня уже 2 лампы. Так, теперь мы должны опять увеличить радиус окружности в 2 раза. Ламп у нас 2. Проводим вот так вот диаметр. И потом проведем еще вот так вот диаметр. Так, давайте сначала посмотрим сюда. Вот это диаметр окружности, поэтому вот этот вот угол будет, естественно, прямой. Так? Но у нас вот этот вот отрезок соответствовал тоже прямому углу. Поэтому вот эта высота, это прямоугольный треугольник. Мы можем забыть про вот эту лампочку и зато нарисовать вот эти две. Понятно? Ну и симметрично, естественно, то же самое. Тоже прямоугольный треугольник. Тоже вот эти вот две лампочки и про это вот сделаем. Теперь очень важно понять, что это не просто фигура, а это квадрат. И не знаю, как это здесь проще всего понять, почему это квадрат. Ну, наверное, так, что вот здесь вот у нас был центральный угол 90 градусов. Значит, когда у нас есть окружность, то эти два диаметра приматикулярные. Согласны? И вот так, что здесь квадрат. Так, еще одно очень важно. Помните, здесь была дуга, длине 1. Дуга, длине 1. Вот эта фигура квадрат. То есть вот эти дуги одинаковые, все по единице. Понимаете? Значит, раз окружность увеличилась в два раза, и длина увеличилась в два раза, была длина 2, стала длина 4. И 4 дуги. Значит, все эти дуги длиной 1. Так, отлично. А теперь смотрим. Здесь опять длина окружности увеличилась в два раза, но точек у нас сколько теперь? И как они выглядят? Смотрите, вот это квадрат, и здесь еще одна точка ровно посередине, между вот этими двумя, да? Значит, длинный дуг будут такие. Два, 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 один и один. Согласна? Согласна? Так вот, я сейчас хочу объяснить, что дальше будет точно так же. Для этого, ну здесь уже невозможно рисовать, я нарисую следующую картинку, и, я думаю, всем уже сразу станет понятно, что у нас есть. У нас есть окружность, в которую вписан квадрат таким вот способом. Так? Здесь угадали 1, здесь 1, здесь 2, здесь 2, здесь 2. Мы увеличиваем радиус окружности в два раза. И после этого мы должны каждую из вот этих вот ламп превратить в две лампы. Каким образом мы это делали? Давайте вспоминать. Что мы там делали? Мы проводили через центр новой окружности, вот он здесь, и лампу, диаметр. Согласна? Давайте это сделаем. Центр новой окружности, лампочка, проводный диаметр. Теперь разбираемся. Возникнет треугольник такой. Вот этот угол опирается на диаметр, поэтому он прямой. Вот этот отрезок опирается на вот такой диаметр маленькой окружности, поэтому он прямой. Значит, у нас та самая ситуация, высота в прямоугольном треугольнике. Значит, можно вот эту лампочку заменить на эту и эту. Точно так же, когда вы проведете вот такой вот диаметр, то вы обнаруживаете, что вот здесь вот у вас высота, здесь вот у вас 90 градусов, значит, вот они, две новые лампочки. Ну и, естественно, с другой стороны, симметрично надо точно так же провести вот так вот и получим уже восемь ламп. Только что их было четыре, теперь их уже восемь. Давайте поймем, почему это будет правильный восьми угольник. Да потому что здесь у вас был квадрат, значит, все вот эти вот углы равнялись друг дружке. Ну, соответственно, вот эти дуги тоже обязательно будут все равны. и, так, единственное, мне бы еще понять, почему вот этот угол будет, какой надо. А понятно, почему. Потому что он дополняет до 180 градусов. Поэтому это... Все, все. Все, и как вертикальные, все, все дуги оказались равны. Это оказалось половина. При этом, длина окружности увеличилась в два раза, и, соответственно, получается, что опять у нас здесь угольникальный один, здесь два, два, два и так далее. И здесь тоже один. Так вот. Вообще-то можно и дальше в два раза увеличить. Еще и увеличить, увеличить и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я уже не буду это рисовать, но смотрите, что происходит. Вот эта точка все время неподвижна. Окружность все время увеличивает свой радиус. И поэтому вот эта точка будет потихонечку двигаться на касательную ко всем этим окружностям. Эта точка тоже будет двигаться. И это, и это. Они там постепенно будут перемещаться. Конечно, сначала многие точки будут уходить очень далеко, а потом они постепенно, постепенно, постепенно будут, да, заметьте, ряд квадратных квадратов сходятся. И вот каждая из этих величин она постепенно увеличивается. Давайте поймем, почему она увеличивается. Потому что у нас дуга в конце все выпрямляется. И если здесь у нас была дуга, то в конце концов здесь станет единица. То же самое было дуга, а станет три. Она все время выпрямляется, поэтому обратная величина будет все время увеличиваться. И значит исходная величина, а вы помните, какая это была, пи в квадрате разделить на 4 будет равна следующей сумме. пи в квадрате разделить на 4. Так, вот понимаете, у нас здесь будет 1, 3, 5, 7. И с другой стороны тоже 1, 3, 5, 7. Значит, это будет 2 умножить на сумму 1 плюс 1, 5, плюс 1, 25, плюс 1, 49, плюс и так далее. Разделим на 2 в обе части. Получится, что пи в квадрате разделить на 8 это сумма чисел обратных к нечетным натуральным чисел. Любое число могу записать в виде произведения нечетного числа из степени двойки. Поэтому вот эта величина, которая меня интересует, может быть получена следующим образом. Как 1 плюс 1, 9, плюс 1, 25, 1, 49, 1, 81, и так далее, и так далее, и так далее. Умножить на такую величину 1, отвечает за нечетные числа, плюс 1, 4, отличает за числа, которые являются нечетными умноженными на 2, плюс 1, 16, это нечетные умножены 4, 1, 64, 1, 256, и так далее, и так далее. Это геометрическая прогрессия, а это мы уже знаем, пи в квадрате делить на 8 умножить на 1, деленную на 1, минус 1, на 4, это форма суммы. Я кричусь на бесконечную бывающую прогрессию. И 4 третьих, когда вы умножаете на 4 и делите на 8 и на 3, вы как раз и получаете пи в квадрате на 6. Такое совершенно замечательное геометрическое доказательство на 2 и на 3. В квадрате в квадрате.